Мы только-только закончили обсуждать новую стратегию группы Renault, согласно которой все новые модели марки Lada технически будут полностью повторять румынские дачи. До 2025 года АвтоВАЗ полностью перейдёт на модульную платформу CMF-B. И вот интервью генерального директора Ульяновского автомобильного завода Адиля Ширинова порталу 73 онлайн принесло очередное разочарование для истинных фанатов отечественного автопрома. УАЗ фактически отказывается от собственных разработок. Так господин Ширинов подтвердил, что проект русского Prado приостановлен. Напомним, что это амбициозное прозвище глава группы Solers дал следующему поколению патриота, над которым вовсю работали уазовцы. Новинку хотели создать на базе действующей модели, внедрив другую раму и подвески, а также модернизировав кузов. Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты. Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен. Мы переформатировали план своего развития. Более разумным, чем создание собственных моделей, руководство автозавода считает партнёрство. К маю УАЗ обещает завершить переговоры, объявив название компании, с которой будет создан новый альянс. Проще говоря, под своим брендом ульяновский автозавод планирует выпускать иномарки. В свою очередь, портал DROM разузнал, что этими иномарками окажутся пикапы и внедорожники Isuzu. А точнее, некая самостоятельная модель на японской архитектуре. Журналисты издания предполагают, что концепция проекта сейчас не проработана, а продукт вряд ли появится раньше 2023 года. А до этого УАЗ продолжит торговать патриотами и хантерами. Получается, что российский автопром постепенно отказывается от отечественных платформ. КамАЗ тоже активно использует иностранные наработки. И лишь группа ГАЗ продолжает развивать собственные инженерные компетенции. И ещё одна новость об отечественном автопроме. В марте УАЗ представят новую версию модели Профи с длинной базой и двускатной ошиновкой. Притом продвигать её ульяновцы хотят под брендом Полуторка. Напомним, что Полуторками называли грузовики ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Но поскольку их делали и в Ульяновске, формально ничто кроме моральных принципов не мешает марке УАЗ вспомнить это славное прозвище. Продолжение следует...